Так, сейчас мы находимся в рубочном цеху компании АМЖ и Монолит Стройпроект. Вот то дистопливо, про которое я говорил. Пошли сейчас посмотрим, как вообще происходит нарезка муфт. Вот выпуска, 20-я арматура. Эти выпуска мы сейчас загибаем. Сейчас как раз происходит этот момент. На 90 градусов у нас получается Гэшка. Одна половина у нее заливается в бетоне. Загнутая часть, здесь накручивается муфта. Сейчас пойдем посмотрим. Пенопластом закрывается, и потом она торчит в торце стены. И пристыковываем перекрытие. Пошли посмотрим, где делаются такие штуки интересные. Сейчас пройдем маленькая пробка. Вот сейчас это нарезает, вот эти вот заготовки. Почему используем гильотину, а не рубочный станок? Объясню. Потому что, когда рубим рубочным станком, срез получается неравномерный. Вот. И на станке, который мы сейчас увидим, очень неудобно одеть резцы и нормально накрутить. Поэтому торец должен быть идеально ровный, под 90 градусов. Поэтому используем вот такую вот большую болгарку, скажем так. Получается идеально ровный торец, вот как здесь. Можно, в принципе, найти какой-нибудь образец, отрубленный, вот, образец, отрубленный гильотиной. Он неровный, он не 90 градусов. И очень сложно на него нарезать резьбу и потом накрутить муфту. Вот они, неровные образцы. Вот еще, вот очень хорошо видно. Вперед. Вот, 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 вот. Видишь? Неровности. Поэтому под резьбу мы используем только такую гильотину. Обычный длинномер, например, на перекрытие, мы его отрубим вот таким вот станком. Обычный нож. Пойдемте. Сейчас вот это цех по нарезке резьбы. Вот мы видим готовые заготовки 32-й арматуры. Это для колонн, которые у нас выполняет АМЖ. Вот непосредственно в процессе уже 25-я арматура для центрального ядра. А вот, вот, сейчас как раз мои друзья-китайцы. Нихао! Нихао! Вот, 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 вот. Как раз этот самый момент веселый. Сейчас увидим готовый результат. Вот сейчас по времени можно отсечь, по просмотру видеозаписи, можно отсечь, сколько времени уходит на то, чтобы сделать одну резьбу. Вот он, вот он, ясь. Дай-ка я посмотрю результаты. Приходят периодически к нам специалисты из НИИСФА. А металл есть металл, и эти ножи устают. Ножи устают, естественно, у нас уже резьба неравномерная. Вот, появляются какие-то офлисы, слизы. А вот, естественно, эту арматуру мы уже отбраковываем. Ну, пускаем просто на обычный какой-то перехлёст, или на другие позиции. А резьба должна быть идеально ровной, вот как здесь. Идеально ровная резьба, без никаких негативных моментов. Отлично. Кстати, надо узнать, с какой периодичностью ножи меняются. И сколько их у нас в наличии. Резьбой занимается компания ВИСК. Это их технология, их станки, их рабочие. Делается это следующим образом. Если мне нужна резьба, значит, я делаю на компанию ВИСК заявку, указываю количество штук, сколько. Потому что есть у нас моменты, где резьба только с одной стороны, а резьба иногда бывает и с двух сторон. После того, как нарежем резьбу, загибаем, мы это видели, и всё, готовая продукция идёт наверх. К слову сказать, вот таких вот на один этаж, на один этаж, в центральном ядре, только 20-й арматуры с резьбой, где-то порядка 800 штук идёт, да. 800 штук на один этаж. Это нужно отрубить, нарезать резьбу, согнуть, ну, подать наверх и потом ещё непосредственно это всё уложить, да. Ну, то есть, серьёзная работа проделывается. Можно пройти посмотреть быт и условия жизни наших подрядчиков. Так, здесь пока никого нет. Вот тёплое помещение. Передали это мы Монолитстройпроекту. Тут мужики греются, пушечку поставили. Столы, стулья, в принципе, нормально. Чайник поставят, будут жить. Сейчас зайдём к соседям. Конкурентам или союзникам. Здесь у нас АМЖ. АМЖ. Чайник есть, чай пьёт. Алкоголь запрещён на федерации. Вот станочки Мады Инчина. Станки тоже разные. Под каждую резьбу свой станок. У нас резьба 20, 25, 32. То есть, на каждую позицию. То есть, вот тот станок, где сейчас мы смотрели, там, естественно, 20 арматура. Это у нас на 25-ю и тот дальний станочек на 32-ю арматуру. Это резервы. Это всё в резерве. Правда, тут эти головы не меняются. Но просто её сложно менять, поэтому закупили три станка. Стандартно установили, чтобы не перекидывать туда-сюда. Вот, в принципе, и вся наша экскурсия по арматурному цеху.